Перед вами новый проект, который называется «От первого лица». Ну и кто является первым лицом в нашем городе, в нашем регионе? Конечно же, губернатор Игорь Владимирович Васильев сегодня в гостях. Сделаем вид, будь то мы в большой студии, а не в небольшом помещении. Я очень рад, что вы сегодня пришли пообщаться. У нас есть полчаса, чтобы поговорить на предмет изменений, которые произошли в нашем регионе за последние пять лет. Поскольку эти пять лет были, мне кажется, все так говорят, были сложными. Но именно период вашего губернаторства выпал на ковид. И это испытание для экономики, для людей, для многих. И, собственно, начну с ковидного вопроса. Не так давно вы сами заболели ковидом. И болели, если я не ошибаюсь, где-то около недели. И вылечились. Многие в соцсетях задают вопрос. Обычно больничный стандартный, он две недели. И это мнение некоторых людей. А царь-то не настоящий. Ну, знаете, есть такой хороший анекдот, что если болезнь, грипп или простуду лечить, то она проходит за семь дней. А если не лечить, то за целую неделю. То есть вот здесь примерно то же самое. Я просто достаточно вовремя сделал прививку. И плюс еще участвовал вот в марте прошлого года, когда все только начиналось, в испытании полиомиелитной вакцины, которая формирует неспецифический иммунитет. И здесь нужно доверять абсолютно медикам, чтобы всего лишь 2,5% людей, которые сделали прививку, заболели. Ну, при образе жизни такой, который есть у губернатора, это постоянные поездки, контакты с большим количеством людей, ничего удивительного нет. Но протекала болезнь, скажем так, в очень облегченной форме, практически без симптомов. Это действительно благодаря прививке здесь. Никакого чуда нет. Ну, то есть, а какие-то симптомы? То есть как-то плохое-плохое самочувствие? То есть как было? Ну, вы знаете, если честно, то на самом деле и совершенно случайно сдал очередной раз тест, обнаружил, что был положительный результат, и больше, в общем, никаких симптомов не было. Можно сказать, что практически без симптомов. Поговорив с докторами, понимаю, что это благодаря прививке, поэтому всех призываю принять участие. Вот здесь, знаете, такая очень быстро, поскольку у нас всего лишь полчаса, мы с вами достаточно легко можем опознать советского, российского человека на любом пляже мира, потому что у нас здесь есть отметка, да, вот у вас она тоже присутствует. Это следы от вакцинации, которые мы проходили, от полимелита, от коклюша, кори, так сказать, еще там целого ряда, так сказать, болезней. И благодаря вот такой вот массовой вакцинации, участию людей в этой программе, мы смогли, скажем так, эти болезни исчезли с из-за земли, они пропали в природных очагах. То же самое произойдет и с ковидом, 19, каким угодно штаммом, если все примут участие в вакцинации. Вот, как раз вопрос про вакцинацию. У нас сегодня во время нашего разговора будут вопросы социальных сетей и видео-вопросы, которые мы задавали горожанам, чтобы вы хотели спросить у губернатора, есть такие вопросы. Вот, в частности, есть вопрос, касаемый вакцинации. Министерство образования предложило вузам выводить непривитых студентов на дистанцию. И, соответственно, такой вопрос задает у нас Кировщанка. У меня такой вопрос, будет ли обязательная вакцинация для студентов? Наверное, практически с первого дня пандемии в Кировской области состоялись две задачи. Это сохранение жизни и здоровья людей. Среди них очень важная, кстати, история – это оказание медицинской помощи по другим профилям. То есть, ну, нельзя представить себе, что у нас вдруг все болезни, кроме ковида, исчезли. И для того, чтобы люди чувствовали себя уверенно, мы ни на один день не прекращали оказание помощи по другим заболеваниям. Это первое. Второе, так сказать, мы не применяли в Кировской области драконовских каких-то мер, так сказать. Они вводили специальных пропусков для транспорта, для людей. Они вводили штрафов, там за большие деньги и милиции давали указания о том, чтобы и Роспотребнадзору, так сказать, которые обязаны следить за исполнением правил, чтобы это носило характер рекомендаций. И мы пошли по другому пути. Мы стали практически еженедельно встречаться с представителями бизнеса, малого, среднего, крупного, сельскохозяйственного, какого угодно, которые присоединялись к программам, скажем так, выполнения санитарной нормы правил. Это санитарная дистанция, мыть рук, ношение масок, обязательный контроль за своими работниками организации. Вот такой безопасной работы в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Это дало свои результаты. Второе, то есть я считаю, что вакцинация, конечно, не должна носить обязательный характер, но в то же время по отношению к студентам я, наверное, не могу не сказать о том, что это люди, которые учатся в высших учебных заведениях в 21 веке. И, наверное, среди них должны быть практически стопроцентное понимание необходимости, безопасности, бережного отношения к друг другу и участия в перевивочной кампании. То есть, обязательно вакцинацию вы не сторонник? Нет. Возвращаясь тогда... Я сторонник осознанной необходимости, когда люди понимают, что они берегут свое здоровье, прежде всего, и своих близких. Тогда, продолжая тему студентов, вы высказывались о необходимости развития у нас педагогических различных вузов. То есть, шла речь о том, что у нас вновь в Кировской области может появиться педагогический вуз. Знаете, он у нас был и сейчас влился в Авиатский опорный университет. Ничего плохого в этом нет. Постоянно увеличиваются контрольные цифры приема. Коллеги готовят педагогов у себя внутри. Я говорю о том, что нам с вами необходимо повышать престиж профессии педагога. И когда это происходит в отдельном вузе, на мой взгляд, появление дополнительного вуза в Кировской области в дополнение к Вятскому университету опорному, к Вятскому медицинскому университету, к университету аграрному, который с недавних пор у нас присутствует, было бы, мне кажется, просто здорово. Я напомню тем, кто не знает, у нас на 560-565 примерно тысяч жителей в нашем областном центре, примерно 60 тысяч студентов, которые обучаются в высших учебных заведениях и в СПО. Это вполне себе такой наукоград. И если здесь появится возможность обучать не только кировчан, но еще и приезжающих к нам людей профессии учителя, в отдельном дополнительном вузе, мне кажется, это было бы здорово. У нас сейчас существует порядка 500 вакансий в школах. В основном это вакансии математиков, физиков, химиков, преподавателей иностранного языка. И вот когда президент Российской Федерации объявил на съезде партии «Единая Россия» достаточно большой масштабной программе, которая сейчас уже рассматривается по аналогии с модернизацией первичного звена в медицине, это программа капитальных ремонтов в школах в целом по стране, где не менее 1500 школ в год будут обновляться. А это не только покрасить стены, поменять крышу, сантехническое оборудование. Самое главное, на мой взгляд, это еще и оснащение школ в современном оборудовании, придание процессу воспитания, образования вот такого современного вида. Это как раз, наверное, побудит очень многих людей получить профессию педагога и прийти вот на такие высоко квалифицированные рабочие места и продолжить династии даже педагогов. Потому что это всегда Россия славилась такими большими, серьезными педагогическими династиями. Возвращаясь к теме вузов, все-таки, да, хочется больше конкретики. То есть будет или планируется разделение вузов? Мы сейчас обсуждаем, так сказать, сообществом необходимость подобного рода, так сказать, реформ. И это не произойдет вот так. Нельзя сказать школу, стройся, раз-два. Нельзя сказать вуз, создайся, раз-два. Здесь нужно взвесить все за и против и принять совершенно осознанное решение, к которому двигаться. То есть работа ведется какая-то в этом направлении. Все понятно. Вопрос про капитальные ремонты. Недавно состоялась как раз дискуссия об образовании. И выступали и общественники, и учителя. Это у нас в Кирове. Да, в Кирове. С какими предложениями они выходили? Чего не хватает им? Ну, вот смотрите, одно из предложений, я об этом уже сказал, что должны участвовать активно в формировании образа будущей школы, особенно в наших малых городах, в малых населенных пунктах, в деревнях, ученики и их родители. Что они хотят? Как они хотят увидеть? Второе, конечно, все педагоги выступают единодушно за насыщение школы новым содержанием. А это и новая мебель, как ни странно, так сказать, это хорошо оборудованный спортивный зал, если это кабинет химии, то оборудованный по последнему слову техники. Если это филиалы кванториумов, то они должны проходить школу, где дети смогут сразу профориентироваться. И что очень важно, знаете, есть такой термин, он недавно появился, профпредостережение. Очень важная история, потому что у нас по отдельным специальностям больше половины людей, обучившись в УЗИ, никогда не работают по своей специальности. А государство, и они сами тратят время, огромное количество денег, и потом разочаровываются в профессии. Поэтому нужно дать возможность еще в школе человеку попробовать, а что же такое химик, что же такое врач, что такое биология, так сказать. Вот это очень важно. И потом, знаете, я постоянно повторяю эту фразу, не знаю, как она вам, так сказать. Мы же с вами не знаем, где родится следующий, Ломоносов или Нобель. Но мы точно должны сделать все для того, чтобы где бы он ни появился на свет, он получил качественное образование и проявил все свои таланты. Ну да, в качестве как раз профпредостережения, ну я, например, инженер. А мы с вами беседуем в телевизионной студии, наверное, это вам очень сильно в жизни помогло. В некоторых случаях, да, но профобразование, наверное, было бы чуточку лучше. Проф предостережение, да, и профобразование было бы лучше. Тогда в продолжении молодежи, в том числе, тема спорта, и в том числе профессионального. У нас в Кировской области за, ну, за длительный период, потому что все равно этот процесс длительный, вот, но с профессиональным спортом пока пулями на плаву держится только Родина. И то, имея какие-то определенные сложности, да, то есть Чпецкая Олимпия в прошлом году снялась с молодежного чемпионата, теперь играет на уровень ниже в юношеском, исчезла Кировская Динамо. То есть профессиональные спортивные клубы, глядя на которые, ну, молодежь, возможно, бы стремилась. Вот есть ли какая-то работа в этом направлении, возрождение может быть? Совершенно право, что произошло это не вчера. И, на мой взгляд, конечно, история профессионального спорта должна постоянно подпитываться вот тем самым школьным, университетским спортом, где большое количество людей ведет здоровый образ жизни, не только болеют за любимую команду, но и имеют возможность в том числе поиграть в футбол, заняться, не знаю, так сказать, хоккеем, там, ночной лиги, там, днем, поплавать, так сказать, в бассейне. Вот мы, кстати, школу такие стараемся строить, в чистых прудах построена школа с большим, хорошим 25-метровым шестидорожечным бассейном, где можно проводить любые соревнования, хоть чемпионат мира, так сказать, да. И она с отдельным входом вечером там могут заниматься, в том числе и взрослые, и секции какие-то, так сказать, проводить. Вот, значит, Олимпия действительно вернулась, вернулась ту же лигу, которая была с 21-го года, она играть в ней будет. По поводу Родины, да, не без трудностей, команда продолжает играть в высшей лиге, так сказать, спорт для нас крайне актуальный, поскольку есть всего несколько городов в Российской Федерации, где он поддерживается. У нас большое количество людей исторически за этот спорт, так сказать, болеют, будем это развивать. По поводу футбола, конечно, очень важная задача, я надеюсь, что к 2024 году у нас все-таки такая вот профессиональная, профессиональная команда, наверное, появится. Вообще с футболом сейчас происходит, знаете, с сами, да, если вы так интересуетесь активно, плюс играете в футбол, так сказать, да, это и снятие ограничений на легионеров, которые должны привести там... Теоретически. Теоретически к наполнению, так сказать, да, там нашими местными игроками. Но вот здесь я, наверное, все-таки сторонник того естественного, скажем так, роста и не покупок, так сказать, легионеров, за которых мы должны заставить себя почему-то, так сказать, болеть. Да, это все-таки детский спорт, его подрастание и на этой базе формирование уже того, что действительно приживется и будет работать. Но планы у нас есть, и команда Родина начинает получать уже более осознанное, так сказать, финансирование, в том числе из бюджета. Мы находим такие способы, поэтому будем играть, будем клубы формировать. Но самое главное, чтобы футбольные клубы все-таки были не полностью на содержании бюджета региона, потому что... Вот клубы должны научиться зарабатывать деньги, должны привлекать болельщиков и формовать интерес к своей игре. Конечно, это самое главное. Так, вопрос от Кировчан, видеовопрос у нас есть, это речь о развитии внутреннего туризма. Мне бы хотелось, чтобы развивался наш местный туризм. Вот мы с мужем случайно были в Налинске, вот просто сели и поехали. Приезжаем, говорят, а вы знаете, вот на следующей неделе там оказывается у Бориса Черкова день рождения, к нему приурочено событие, шар голубой, приезжают разные. Мы вообще ничего не знаем. В Кельмезе проходит праздник какой-то, Вятский лапоть, да. В Никульчино было, какой-то юбилей там был, да, основание нашей Кировской области. Вообще, не то, что Кировской области, вообще Вятского окрая, всего, где ушкольники высадились. И нигде ничего не освещается, вообще нигде. Вот это меня немножко вот затрагивает. Смотрите, у нас от ироничного отношения, так сказать, к такого рода праздникам, нам надо перейти к действительной популяризации, так сказать. Оно присутствует в живописи, это правда. Но, тем не менее, смотрите, у нас нет высоких гор, нет моря, так сказать, теплого, да, или там холодного вообще никакого. Но, тем не менее, так сказать, да, у нас есть потрясающий художественный музей, регулярно проходит пленера, вот сегодня на театральной площади. Большое количество детей под руководством, ну, наверное, я не ошибусь, если сказать, всемирно известный художник, который к нам регулярно приезжает, проводит такое вот массовое, большое, очень интересное мероприятие. Туристический объект, туристический объект. Наверное, это не будет таким массовым, так сказать, туристом, но все-таки на какой-то поток, наверное, мы с вами могли бы рассчитывать. Потом, действительно, очень важная история, это и Дымковская игрушка, и Стабенский огурец, и фестиваль шляп, в котором мне даже однажды довелось принять участие в Вятских полянах, так сказать, да, и в Вятских полянах, тех же самых, есть совершенно потрясающий стадион, где проходят гонки в немногих городах, кстати, по спидвей, знаете, что это такое, да, это зимой и летом, так сказать, и чемпионат Европы, так сказать. Поэтому есть достаточное количество туристических событий, которые должны определяться еще и транспортной доступностью. Вот мы второй год подряд расширяем географию полетов из нашего аэропорта. Уже до девяти рейсов в день от Калининграда до Свердловска, так сказать, делается, это тоже влияет на поток туристов. Транспортная доступность – крайне важная, так сказать, история. Поэтому я думаю, что тот рост, пусть небольшой, даже в условиях пандемии, да, там плюс два, два с половиной процента к тому, что было до пандемии, доверено, говорит о том, что туризм имеет право насыщение, будет развиваться. У нас есть очень хорошее, вот рядом с тем местом, в котором мы с вами находимся, такие точки туристические, да, где можно зайти, посмотреть маршрут и получить консультацию. Самое главное, это еще раз скажу, транспортная доступность и наши с вами, ну, истории, которые для нас характерны. Вот смотрите, практически, наверное, нет такого мероприятия с таким количеством людей, как Великолепский крестный ход. Можно по-разному к нему относиться с точки зрения религии, так сказать, поклонников, но это уникальное культурное событие, которому 600 лет, да, оно стартует в очень красивом месте, а многие люди действительно к нам сюда приезжают. Думаю, что будущее, вы правы, вот такого взрывного роста и ожидания того, что мы вдруг станем туристической меккой, наверное, это были бы явно завышенные ожидания, но вот то, что я перечислил, позволяет надеяться на включение нас в такой, в определенный туристический маршрут. И здесь даже не закрытие каких-то курортов летних или зимних, так сказать, ситуаций с пандемией. Мы понимаем, что все это закончится. И, ну, как написано в Библии, все проходит и это пройдет. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что мы сами должны быть интересны. Вот мы обсуждаем такую тему. У нас есть город Вятские поляны, есть завод имени Шпагина, так сказать. Есть совершенно уникальное оружие, которое известно всем по всему, так сказать, миру. Почему бы не дать возможность людям из соседних регионов приезжать, обустроить нормальный полигон, так сказать, чтобы могли знакомиться как с нашей историей, современным, так сказать, производством, ну и попробовать себя в каких-то видах стрелкового оружия. Хорошая идея. На мой взгляд, очень даже неплохая, так сказать. Вот пытаемся сейчас ее с руководством завода обсуждать и начать реализовать. И вообще привлекательность туристической малых городов, это прекрасно. Потому что вот тоже Рябово, да, где недавно проходил прекрасный праздник. Ну, то есть, по сути, оно живет одним днем в году. Конечно, конечно. Ну, и вот такие пленеры, то есть, позапрошлым годом было в Уржуме, так сказать. Огромное количество гостей. Все вдруг увидели, какой красивый город. Какие красивые купеческие дома, так сказать. Совершенно другое отношение и у горожан к своему городу, к сбережению вот этих вот, ну, что иногда абстрактно звучит, каких-то объектов культурного наследия. Вдруг понимаешь, что они есть. Есть в большом количестве. Чуть более легкий вопрос. Вот смотрите, вы управляете регионом пять лет. Да. Не могли бы вы пятью словами охарактеризовать себя, регион? В общем, назовите пять слов, которыми можно охарактеризовать эти пять лет. Вот очень сложный, конечно, вопрос, так сказать. Но давайте вот, наверное, я вот впечатление, так сказать, пяти лет назад и сейчас, да. То есть, давайте мы попытаемся сформулировать это дороги, здравоохранение, образование, ЖКХ и транспортная доступность. Вот здесь я готов достаточно подробно… Это шесть. Это шесть? Транспортная доступность. Вот есть такое мнение, скажем, о том, что появилась вдруг в какой-то момент программа, по которой федерация начала выделять дополнительные деньги нам на строительство дорог. И существует такое мнение, ну, а что, собственно, деньги дали, так сказать, дороги появились, да. Это было бы здорово, если бы можно было бумажными деньгами или медными, там, мастить дороги, так сказать. Но это же не происходит. Это строительные мощности, это компании, так сказать, это гарантии, это обязательства. И то, с чем мы сталкивались пять лет назад, когда маленькие фирмы, так сказать, там, сделав свою работу, исчезали. Не в силу того, что они плохие или как-то там специально это делали, просто, ну, закончилось их существование, как бы, гарантии, обязательства нести некому. В таких объемах мы просто не могли делать работу, потому что ее некому было делать. И вот за эти пять лет удалось нарастить, как наш дорожный фонд до девяти миллиардов, принимать несколько миллиардов федеральной поддержки на строительство дорог. И, в общем, смотрите, что происходит. Если я так, ну, анализируя, там, 14-15, там, какие-то ранние годы, мы к августу здесь, в области, успевали провести конкурсы, собрать хоть какие-то компании, которые что-то могли делать. Вот давайте честно, по этому году, да, уже к середине июля все работы были закончены. Мы получили дополнительный миллиард денег, его тоже освоили в дороге. И получили еще 350 миллионов федеральных денег, которые вот мы сейчас начинаем ремонт дополнительных, как бы, улиц, да. Причем делаем это уже комплексно, то есть договариваясь заранее с Т-плюсом, с водоканалом о том, что раскопки будут пройдены там и тогда, когда будет после этого осуществлен капитальный ремонт дороги. С тротуаром, желательно с плиткой, с газоном красивым. Еще вот есть у меня такая мечта, может быть, там, на следующий год она уже начнет осуществляться, это с фондом капитального ремонта сразу делать фасад. И тогда человек, выходя со двора и своего подъезда, увидит простую, понятную картину. Чистая улица, хороший тротуар, газон, фасад. Но с фондом капитального ремонта. Ребенка рядом в детский сад, школу, так сказать, и в общем. Ну, город сказка, город мечта. Но на самом-то деле. Ну, ведь очень многое же делается в этом направлении. Вопросов не имею. Я недавно ездил в Ярославль. Прекрасный город, в котором я ждал, что это будет великолепный город, близость к Москве и так далее. Я вернулся в 2005-й в Киров. Нет, действительно, очень многие отмечают, что если раньше, там, въезжая в Кировскую область, люди хвалили предыдущую дорогу, то теперь наоборот. То есть, у нас действительно по дорогам ситуация коренным обороны не поменялась. Пойдемте по дорогам и пройдемся. Да. Пойдемте. Я на приличной встрече слышал, что вы любите гулять по городу. Да. Любимый маршрут? Ну, я обычно где-то вот по набережной, Грина, вот так, вдоль вятки, так сказать, мы проходим. То есть, можно просто прогуливаясь вас встретить? Порошина, да, конечно. Я могу в магазине, можно меня встретить, на рынке можно меня встретить, я же открытый. Поэтому я абсолютно искренне говорю, что когда люди говорят, вот, вы знаете, у нас предстоят выборы. У нас выборы каждый день. Вот мы сейчас выйдем на улицу, к нам люди подойдут, вопрос какой-то зададут, уже выборы. Уже нужно на него отвечать, да, уже нужно как-то к этому относиться. Поэтому здесь я не считаю, что можно куда-то скрывиться, там, как-то, знаете, там, заехать с заднего двора, нет. Смотрите, начали говорить мы про дороги, про то, что у нас выделяется огромное количество денег. И одна из, как я понимаю, болевых точек, это дорога Опарина-Альмеш. Да. Она уже становится из болевой точки в точку, которая закончится в ноябре, так сказать, первая часть работы, до асфальтового исполнения. Дорога будет выполнена и сдана в эксплуатацию. И сейчас уже жители, там, целого ряда, так сказать, районов и предпринимателей, которые вдоль этой дороги, там, свои деятельности осуществляют, хорошее название придумали – «Дорога жизни». Почему? Потому что туда, куда она приходит, населенные пункты, открываются фельдшерские, акушерские пункты, офисы врачей общей практики. Вот мы недавно были в Лузе, там, предприниматели строят комплекс физкультурно-оздоровительный, раз говорили с ЗАЗОЖ. Точно такой же, который построен в Москве в одном из парков и был признан в прошлом году одним из лучших комплексов в Европе. Это правда. И на него уже можно будет до 1 сентября этого года посмотреть. Там будет крытое футбольное поле для мини-футбола с хорошим покрытием, баскетбольный зал, трибуны. И это все рядом с большим футбольным полем в Лузе. Великолепная вещь. Представляете, все это из клееного бруса, самый современный материал, очень красивый. Вопрос от социальных сетей. Когда сделают дорогу в европейских улочках к садикам с тротуарами? Дети гуляют в пыли от Камазов, в дождь глина сырая, лужи и так далее. Нет дорог, машины едут по плитам. Ну, потому что, вы знаете, здесь идет большая таскайстройка в этом районе, да. И мы сейчас несколько улиц в Кирове строим с нуля, проектируем и строим. И там, рядом с микрорайончиком, где Урванцево, тоже строится часть дорог. Я думаю, что мы уточнимся с городом, да. Мы коллеги, которые вопрос задают, скажем дату конкретную, когда это будет завершено. Но, еще раз, да, вот, видите, дети, радостное настроение в преддверии учебного года, да. У них осталось две недели. Значит, смотрите, да, у них осталось две недели вольной жизни. Хорошая погода. Значит, еще раз скажу о том, что комплексное развитие территории. Вот, к сожалению, тот микрорайон был этого лишен. А вообще нужно начинать с дорог, с детских садов, школ, пункта милиции. Это очень важный, так сказать, вопрос пожарного депо, поликлиники. Вот, все это сейчас в городе Кирове будет принимать вот именно такие формы. То есть комплексное развитие территории. На каждые там, условно говоря, 500-600 миллион 100 тысяч квадратных метров сдаваемого жилья положены вот все эти вещи. Потому что люди живут с детьми. Они хотят ходить в хороший детский сад с бассейном, в хорошую школу современную. Все это будет делаться именно так. Включая улицы с тротуаром и с освещением. Для прогулок. Вы же много любите гулять пешком? Да, да. В том направлении обязательно будет. Для этого в Кирове будет возможность. В Кирове продолжается, и также вопрос от кировчан. В Кирове продолжается вопиа с управляющей компанией Ленинского района. Ее лишили лицензии, но под ее управлением еще десятки домов. Есть ли управа на этого коммунального пирата? Ну, знаете, здесь вообще Киров отличается тем, что у нас, если я не ошибаюсь, примерно 170 управляющих компаний, так сказать, в отличие от той же Москвы, где есть ГУК «Жилищник», так сказать, и все более-менее централизовано. Не знаю, нужно ли нам идти этим путем, но это должны быть ответственные управляющие компании, которые ведь с людей получают настоящие деньги, должны оказывать настоящие услуги. Поэтому мы точно так же, как в деле, вот не так давно у нас завершился процесс, там были реалендаторы в водоканале, теперь это муниципальные предприятия, благодаря чему нам удалось навести порядок, оптимизировать его работу и в том числе сократить тариф на водоподготовку и водоотведение для всех практически без исключения граждан, которые проживают в Кирове. То есть управляющими компаниями нужно наводить порядок. Здесь дело не в одной компании того или иного, так сказать, названия. Дело в том, что сложился такой стереотип, что можно обанкротиться и еще раз зайти на те же самые дома и что-то такое делать. Больше так делать будет нельзя. Возьмем это на личный контроль и будут качественно оказываться услуги. А качественно оказываться услуги могут только те компании, у которых есть техника, ресурсы, люди, и им нечего скрывать перед жильцами, так сказать, и предлагать свои услуги. Вопросов в социальных сетях много. Если вдруг какие-то не войдут в диалог, вы мне, наверное, тогда большая просьба передайте. И мы обязательно со всеми, кто эти вопросы задает, свяжемся и дадим ответы. Конечно, мы их делаем. Вопрос регулярный. У нас в нашем регионе как-то внезапно случилось, но одни из самых высоких цен на бензин. Есть ли возможность как-то на это влиять? О, тяжелый. Вопрос случился. Это не внезапно. Здесь есть такое объяснение, которое вряд ли, наверное, оно экономическое. Я сейчас попытаюсь до вас его донести. То есть мы окружены девятью субъектами, у которых есть НПЗ. У нас исторически сложилось так, НПЗ нет. Поэтому доставка топлива занимает примерно полтора-два рубля. Доставка. Вот одно из объяснений. Конечно, нам нужно чуть более, наверное, и конкурентные условия, так сказать, создавать. Здесь работать с поставщиками чуть на опережение. Мы этим занимаемся. Но обусловлено это, еще раз подчеркну, вот такой вот транспортной логистикой. К сожалению. Ну и, наверное, еще один вопрос. Но, опять же, давайте закончим и эту нашу часть чем-нибудь более легким. Вы назвали пять слов, которые касаются... Здравствуйте. Как вы живы-здоровы? Спасибо. Слава Богу, все ничего. Слава Богу, все хорошо. А мы вот снимаем передачу. Какие есть животрепещущие вопросы? Все прекрасно. Вот так и запишите. Вообще вопросов нет. Погода хорошая. Может быть, у вас. Дорога ровная. Все хорошо. Игорь Леонидов. Спасибо. Собственно, ни одного, вот реально, действительно, люди мимо проходят. И вас, традиционно, путают вас в мире с отчеством. Ну, слушайте, это у меня был, когда в Совете Федерации Миронов, и все называли его Сергеем Мироновичем. Ну, это всегда. Ну, и еще один вопрос. Быстрый. Вы назвали пять слов про то, что удалось... Пять слов о регионе, но касаемо тех вещей, которые вам удалось реализовать. А давайте пять слов, но про город. Вот про Вятку, про Киров. Вот про вот... Каким он у вас в душе? О-о-о... С большой историей. Причем, знаете, всем сестрам по серьгам, так сказать. У нас, если можно, чуть попаду... Вот смотрите. Не знаю, как это попадет. У нас есть такой город, называется Флоренция. Туда все приезжают и видят Данте Алигери. Все знают легенду, что в этом доме он жил, он там ухоженный. Это классика мировой сатиры. Есть такой же классик мировой сатиры, Святой Токов-Щендрин. Он жил у нас. Это потрясающее совершенно произведение. Дальше есть Пушкин. История, так сказать, вдовы, пребывания его здесь. Есть великолепные парки, скверы, по которым гулял Герцин. Ну, вот это как-то чудесным образом сошлось в Вятской империи. Так сказать, Шаляпин, Чайковский. Я сейчас говорю об империи, о городе, так сказать. Это в конечном итоге, это вятка. Это всегда социализируется с этим. Это, на мой взгляд, культурно-исторический, гуманитарный, студенческий город. Четыре. Пятый добавим. Спортивный. Пять, пять, пять. Пять. Ну, все отлично. Все получилось. Да. Огромное спасибо. Я надеюсь, что это у нас не последняя встреча, потому что в городе много что происходит. И вот мне лично бы хотелось, ну, это уже, наверное, не под запись, а поговорить с вами как с человеком, а не как с... То есть, все равно же отделять нужно губернатора от человека. Ну, конечно. Конечно. Есть функция, есть человек. Спасибо большое. Спасибо вам. Желаю, чтобы и больше было. Еще через пять лет мы встретились. Здесь дирижабли летали. Космические корабли. Космические корабли. Космические корабли. Раздели бы просторы. Спасибо. Выражаем благодарность отелю Four Elements за помощь в организации съемки.